Здравствуйте! Это программа «Новости Дагестана» в студии Фатима Абуталибова и коротко о главных темах выпуска. Путин передал благодарность муфтиату Дагестана. Что еще обсудили на рабочей встрече в Москве Владимир Путин и Сергей Меликов, расскажем в начале выпуска. Они покорили всех своим мастерством. Дагестанский танцевальный ансамбль «Дети Кавказа» стал обладателем гран-при международного конкурса. Дагестанские вольники выступят на турнире в Москве. Федерация борьбы России запускает новую профессиональную лигу. В Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также в ходе встречи Сергей Меликов рассказал президенту о мерах по профилактике пандемии в регионе, отметив в этом деле большую роль муфтиата республики. Глава государства попросил Меликова передать благодарность духовенству Дагестана за работу. Безусловно, большую роль играет та работа, которую сегодня проводят с населением, прежде всего, с возрастными группами населения в районах. Ну и, конечно, хотелось бы отметить руль муфтията. Они с первого начала пандемии очень активно работали по предотвращению заболеваемости и сегодня продолжают власти помогать в этом отношении. Очень хорошо. Надо сказать им слова благодарности. Спасибо. Обязательно. На площадке Духовного центра имени пророка Иса Мириму ежедневно проходят коллективные ифтары представителей разных городов и районов республики. На этот раз мероприятие прошло для жителей и выходцев Рутульского района и Цахурской долины. Собрались тысячи людей. Для них звучали строки Священного Корана и Нашиды. Прошу, Аллах, нас объедини и силы нам дай, до цели дойди, чтобы наши сердца со Всевышним шли до конца. С наставлениями выступили ученые-богословы. Инициативу муфтията республики о проведении подобных мероприятий активно поддержали и власти на местах. Меня переполняет чувство гордости, что я сейчас рядом с вами нахожусь. Хочу сказать, чтобы каждый ваш дуал услышал Всевышний Аллах. И каждый ваш пост, который в этом месте будет принят, вы будете принимать, чтобы он дошел до Всевышнего. Я надеюсь, что вот это наше сплочение будет в следующий раз уже еще больше по возможности. Хочу выразить благодарность каждому из вас. Барак Аллах огромное, что вы откликнулись на это приглашение, приняли активное участие в этом мероприятии. Ни для кого не секрет, сколько преодолели те люди, которые выехали с Ротульского района на это мероприятие. Огромное Барак Аллах вам, огромное Барак Аллах всем братьям и сестрам, которые приехали из Кизляра, с Баба-Юртовской зоны. Пусть Всевышний Аллах будет доволен вами. А сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Даджа» с Каримом Даниевым. Угнали бензовоз и привезли в Дагестан. Республиканские полицейские обнаружили грузовик «Скания» для перевозки топлива, который находился в розыске по линии «Интерпол». Инициатором розыска было УМВД России по Астраханской области. Также на прошедшей неделе был найден автомобиль «Тойота Прадо». Он оказался угнанным из Ливанской республики. Следствие устанавливает обстоятельства преступлений и круг причастных лиц. Главного бухгалтера Центра финансового обеспечения МВД по республике подозревают в хищении более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили против капитана внутренней службы Щишаевой по факту присвоения чужой зарплаты на сумму 1,2 миллиона рублей. Подозреваемая арестована до 30 мая. По данным следствия, женщина использовала ключи электронной цифровой подписи и доступ к банковскому счету отдела полиции в Каспийске, а затем переводила зарплату на счета сторонних лиц. 151 случай наезда поездов на крупный рогатый скот произошел на железной дороге в Дагестане в 2021 году. В сравнении с 2020 годом количество наездов на скот возросло на 25%. Больше всего наездов зафиксировано в Кумтор-Калинском и Тарумовском районах по 19, в Хасавюртовском – 18, в Бабаюртовском – 16. В Госдуме предложили продлить майские каникулы до 10 дней – с 1 по 10 мая. С такой инициативой выступил зампредседателя Госдумы РФ. Парламентарий отметил, что в стране уже наработан опыт быстрой организации длинных выходных в период пандемии коронавируса. Восьмой международный конкурс хореографического и циркового искусства «Звездный путь» прошел в городе Ставрополь. Дагестанский коллектив «Дети Кавказа» покорил всех своим мастерством и показал лучшие результаты. Под руководством Майрам Казимова и Ильдара Мустафаева коллектив стал лауреатом 1-й и 2-й степени и обладателем Гран-при в номинации «Кавказский танец». Малика Курбанова побывала в гостях у юных дарований. Со стороны может показаться, что все легко и просто, но каждый шаг – годы ежедневных тренировок, взлеты и падения – в результате признания, овации и награды международного уровня. Не только этим танцем воспитанники дагестанского ансамбля «Дети Кавказа» покорили строгое жюри международного конкурса «Звездный путь». Программа коллектива включала 18 номеров. Ребята показали высокий уровень мастерства. Старания, артистизм, технику исполнения по достоинству оценили члены жюри. Танцевали ребята с задором и весело. Синхронные и отточенные движения юных танцоров произвели впечатление не только на суде, но и покорили зрителей. В «Дети Кавказа» не бывает так, чтобы они поехали, привезли один или два кубка. Мы всегда целенаправлены на все направления жанра хореографического искусства. И в этот раз мы были в номинациях «Кавказский танец», «Классический танец», «Народно-стилизованный танец», «Фольк». И заработали тем самым 21 кубок, из них один гран-при. Масса первых мест, масса впечатлений, да еще был народно-сценический танец. Поэтому для нас это было действительно новое дыхание. И в Ставрополье мы еще ни разу не были. Так что еще один город, который поддался нашим детям. Десятилетний Магомед начал обучаться танцам с шести лет. За годы репетиции он стал солистом ансамбля. Магомед говорит, что это не первый конкурс, в котором он принял участие. Ансамбль регулярно выезжает на различные фестивали. И всегда ребята возвращаются с радостными эмоциями и новыми победами. Мы уже с ансамблем ехали в Чечню и в Дербент. В Ставрополье поездка мне понравилась. Конечно же, я волновалась, что мы сделаем что-то не так, когда будем танцевать. И все прошло идеально. Мы взяли гран-при. История коллектива длится вот уже 18 лет. И, как говорит художественный руководитель, Дети Кавказа – единственный в мире ансамбль, исполняющий одним составом все жанры хореографического искусства. Поэтому ансамбль стабильно получает признание на международных конкурсах. Дети Кавказа танцуют лучше всех. Дети Кавказа – у них всегда успех. Танец любой наш сводит вас с ума. Дети Кавказа – всегда вперед, всегда! Малика Курбанова, Мнурмагомед Магомедов, ННТ Махачкала. И к новостям спорта. Боец Магомед Умалатов выступит в новом сезоне Лиги ПФЛ. Дагестанский спортсмен проведет поединок 7 мая в главном карте на турнире в США. Его соперником станет прошлогодний победитель гран-при ПФЛ – американец Рэй Купер. Бой пройдет в полусредней весовой категории. Умалатов не знает горечи поражений на профессиональной арене. В его послужном списке насчитывается 12 побед. В предварительном карте этого же турнира бой проведет еще один дагестанец Магомед Магомед Керимов. Чемпион гран-при ПФЛ 2018 года встретится с представителем Бразилии Жуао Зеферину. Лидеры дагестанской борьбы выступят на мемориале имени Ивана Поддубного. Федерация спортивной борьбы России объявила о запуске профессиональной лиги. Первый турнир состоится 19-20 мая в Москве. Предполагается, что в каждом весе примут участие до 16 борцов. Помимо хозяев ковра выступят вольники из Белоруссии, Ирана и некоторых зарубежных стран. По словам главного тренера сборной Дагестана Гаджи Рашидова, солидный призовой фонд турнира, а это 1 миллион 750 тысяч рублей в каждом олимпийском весе и 875 тысяч внеолимпийском, должен привлечь иностранцев и послужить хорошим стимулом для россиян. После московского турнира дагестанские вольники начнут готовиться к чемпионату страны, который пройдет с 16 по 19 июня в Кызыле. И на этом у нас все. Следите за нашими новостями в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!